Штурвал устройства управления движением плавсредства или летательного аппарата по курсу судовой штурвал. Классический штурвал судна представляет собой колесо с рукоятками, соединенное приводами различных конструкций судовым рулем. Вращение штурвала вызывает поворот переруля на соответствующий угол, чем достигается поворот судна. Первый штурвал появился в конце 16 века, в 1595 году, когда со стапеля города Хаорна сошел первый флейт, а до этого для управления рулем на крупных судах использовался особый длинный рычаг, уходящий под палубой именуемый «колдиршток», а на малых судах обходились одним лишь румпелем. С ростом размеров парусных судов и увеличением усилия необходимого для перекладки руля стали устанавливать спаренные и стройные штурвалы, предназначенные для работы большего количества матросов рулевых. В 19 веке для передачи вращения от штурвала к рулю стали применять рулевые машины и диаметр штурвала резко уменьшился. В 20 веке с началом применения в корабле строения гидравлических и электрических приводов управления рулем штурвальное колесо стало частично вытесняться кнопочными устройствами перекладки руля и джойстиками. Штурвал летательных аппаратов Штурвал – орган управления самолетом по осям крена и тангажа. Поворотами штурвала отклоняются крыльевые элероны и самолет управляется по крену. Отклонение штурвала пилотом от себя на себя приводит в действие рули высоты либо элевона и изменяет угод тангажа самолета. Примечание Строго говоря, под понятием отклонения штурвала имеется в виду наклон баранки штурвала или рогов штурвала для управления самолетом по крену. Для управления по тангажа выполняется перемещение вперед-назад колонки штурвала или штурвальные колонки. Передача от штурвала на элероны и рули высоты может быть механической, гидравлической или электродистанционной. Штурвал устанавливается на многомоторных и относительно тяжелых самолетах. Выборы веаконструктора между штурвалом и ручкой управления самолетом зависят от ряда факторов. И нередко можно наблюдать штурвал в кабине легкого одномоторного самолета. В то же время вместо традиционного для тяжелых самолетов штурвала на стратегическом бомбардировщике Ту-160 установлена центральная РУС. А боковая ручка Сайдстик применяется на пассажирских реактивных лайнерах Airbus A320 и Airbus A380 Сука и Супержот 100. На штурвале могут располагаться и дополнительные переключатели и органы управления, клавиши управления радиосвязью, управление триммером и Т.Д. Такое их расположение предоставляет удобство для пилота, так как он может управлять этими системами, не снимая рук со штурвала. Также могут располагаться и таблицы с важной справочной информацией для пилота. Галерея